Добрый вечер, Ферри Вести и Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Чеклана. Смотрите в нашем выпуске. Вопросы импорта, замещения, увеличения пассивных площадей под сахарную свеклу. Планы на год предстоящий обсудили в республиканском Минсельхозе. Расширение дорог, замена покрытия, установка светофоров. Дорожники завершили ремонт участка трасс Лермонтов-Черкеск, что позволит снизить. Как будет проходить вакцинация жителей Крачево-Черкесии от COVID-19, сегодня мы не только рассказали в Министерстве здравоохранения. Исключить опасность аварийного обрыва под тяжестью льда. Сотрудники МРСК Северный Кавказ провели механическую чистку на огне от поликопередач. Сегодня в Москве глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. В рамках двухсторонней встречи обсудили в первую очередь итоги реализации поручений данных главой Минэкономразвития страны по итогам его визита в Крачево-Черкесию. На повестке вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона, привлечения частных инвесторов на развитие объектов туристической индустрии, а также общие вопросы социально-экономического развития региона. В республиканском Минсельхозе под председательством Анзора Баташева прошло совещание руководителей свеклосеющих хозяйств региона. Обсудили вопросы импортозамещения семенного материала, увеличения посевных площадей, а также итоги уходящего года и планы на предстоящие. В начале министр Анзор Баташев предложил начать с итогов уходящего года. Для отчета слово взял начальник отдела механизации и землепользования Руслан Бирабасов. Он отметил, что несмотря на все сложности 2020 года и сюрпризы погоды, результаты по урожайности сладкого корнеплода в регионе весьма неплохие. Убрано 3863 гектара, а средняя урожайность получилась 347 центнеров с гектара. Это, конечно, меньше, чем порядка 400 гектар по отношению к 2019 году, но несмотря на все погодные условия на тяжелый год, уборка завершилась. В 2020 году нам удалось реализовать ведомственную целевую программу поддержки свеклосельщих хозяйств за реализованную продукцию 2019 года. В продолжении круглого стола руководитель аграрного ведомства региона довел до собравшихся планов Минсельхоза России на 2021 год. В частности, он акцентировал внимание на настойчивую рекомендацию федерального Минсельхоза по увеличению посевных площадей свекла в предстоящем сезоне. А также рассказал о мерах господдержки для хозяйств, использующих семена отечественного производства. С участниками совещания в онлайн-режиме пообщался руководитель компании «Союз-7 свекла» Роман Бердников. А замдиректора АО «Успенский сахарник» из Краснодарского края Сергей Глупнин прибыл на встречу лично. То, что сейчас стоит, мы вам готовы продавать в безучетном субсидии 1700 рублей. То есть, если 70% субсидий, итоговая цена одной упаковки 510 рублей. Это вам уже обойдется. Вы-то нам платите 1700, субсидии автоматически возвращаются в Минсельхоз. Задачу увеличения посевных площадей федеральный Минсельхоз поставил из-за роста цен на сахар, наблюдающегося в последнее время. По расчетам специалистов Республиканского Минсельхоза, в регионе есть все условия и возможности вывести посевы сахарной свеклы на отметку свыше 400 гектар. Карачаево-Черкесия – один из немногих регионов страны, где уже реализуются свои меры господдержки свеклосеющих хозяйств. Все предприятия, сдавшие на переработку выращенный ими сладкий корнеплод, получили государственное субсидирование части своих затрат. Из расчета от объемов валового оборота, серьезные сложности у свеклосеющих хозяйств в последние три года были связаны с засухой. Но, как поведал Анзур Баташев, господдержка предусмотрена в решении и этой проблемы. Совместно с Минсельхозом сейчас реализуются у нас два проекта. Вернее, один проект уже на стадии реализации, второй уже на подходе. Защищает экспертизу, деньги уже тоже предусмотрены. Это первое 47 километров в сторону Ильичевки, второе там с начала строительства следующего года Ногайский район и Кунхалх. Это позволит заниматься более плотной мелиорацией. Тем более, это направление, вы знаете, субсидируется, возмещает сейчас затрат до 80%. Еще Анзур Баташев рассказал, что Республиканским Минсельхозом организована комиссия, которая уже несколько дней мониторит цены на основные виды сельскохозяйственной продукции. По итогам работы комиссии уже систематизированная и проанализированная информация об организациях, поднявших цены необоснованно, будет передана в компетентные органы. Расширение дорог не только в этом году полностью был отремонтирован участок федеральной автодороги А-165 Лермонтов-Черкеск, где полностью было заменено дорожное покрытие, установлены новые светофоры. Все это позволило снизить аварийность в этом отрезке. О проведенных дорожных работах подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Теперь по данной дороге можно прокатиться с комфортом, но соблюдая все правила дорожного движения. В этом году на участке А-165 Лермонтов-Черкеск был проведен капитальный ремонт, где дорога была расширена до четырех полос. Это только первый этап ремонтных работ. По словам представителей филиала управления федеральных автомобильных дорог Кавказ, новое земляное полотно и уложенный слой асфальтобетонного покрытия имеют большой срок эксплуатации. А гладкая поверхность устойчива к скольжению способствует прочному контакту с колесом машины. Полностью заменили основание, три слоя асфальтобетонного покрытия, два по 9 и один 5 сантиметров. Данный участок дороги соответствует второй технической категории с четырьмя полосами движения. По безопасности дорожного движения в данном проекте было предусмотрено устройство двух светофорных объектов. Один находится на пересечении переулка Российского и улицы Шоссейная, на которой мы сейчас на данный момент находимся. Данный участок у нас был очагом аварийности. Соответственно, данный светофорный объект решит вопросы с этими моментами. А это дорога Черкеск-Дамбай, где в 2019 году был проведен капитальный ремонт. Дорожники подчеркнули, что данный участок был расширен до четырех полос с установкой разделительного тросового ограждения. Здесь также были установлены светофорные объекты, что позволило снизить уровень аварийности. Дорога осталась в своей полосе отвода. Ни один человек не пострадал. Земельные участки, дома все остались на своих местах, потому что были большие волнения. Люди переживали, что будет снос, либо что-то. Вышли минимальными затратами. В некоторых местах понижали дорогу для того, чтобы вывести на тот же самый уровень. По безопасности установлены светофорные объекты современного типа, светодиодные. Плюс на пешеходных переходах в Джигуте установлено два светофорных объекта с кнопкой вызова. По статистике, на данном участке дороги за 2019 год было 34 дорожно-транспортных происшествий. А в этом году есть заметное снижение аварийности. Задача дорожников сделать дороги безопасными и качественными. Для этого прикладываются все усилия, отметил представитель Автодора. Столкновений стало меньше, наездов на пешеходы стало меньше. Для этого установили искусственные неровности, что в свою очередь тоже влияет. Установили камеры видеонаблюдения, которые тоже фиксируют. Понизили скорость до 40 км в час, потому что, когда у нас хорошая дорога, люди начинают превышать скоростной режим. Для этого у нас только камеры и искусственные неровности. Теперь же, к концу 2021 года, эти же участки будут расширены на расстоянии 16 км. Это уже второй этап капремонта. Сейчас дорожники приступили к работам, запланированным на следующий год. Аля Халебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Сегодня по республике Облачно ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами сильные. В отдельных районах туман и гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем минус 2, плюс 3. На дорогах местами гололедится. В Черкесске Облачно. Ночью умеренные. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром туман, гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3. Днем плюс 1, плюс 3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедится. Новогодние скидки. До 30%. Куртка в подарок. Спешите. До 31 декабря. Вецкие МИХА. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск «Вести» из Оперштаба. Сегодня в Крачево-Черкесии выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 13 746 человек. Из них 12 215 выздоровели. 922 госпитализированы. В Крачево-Черкесии продолжается вакцинация от COVID-19. Из числа медработников и педагогов уже привилось 190 человек. Вчера в республику прибыла очередная партия вакцин «Спутник В». И из 300 доз все они поступили в районные медучреждения. Подробнее о том, как перевозится и хранится вакцина, а также кто первым будет привит, узнавал Аслан Гирюгов. На сегодняшний день Министерством здравоохранения Крачево-Черкесии всеми тремя траншами было получено 540 дозы вакцины от COVID-19. Данные препараты распределены между медицинскими организациями. Как и было решено изначально, вакцинированы будут три категории людей. Социальные, медицинские работники, а также педагоги. Ведь они больше всех подвержены риску заражения вирусом. Медицинскими организациями республики были распланированы количество людей, которые должны были вакцинироваться. И, соответственно, все вакцинируются в строго установленном порядке. И на сегодняшний день все идет по плану. Также Мадина Бастанова отметила, что новую вакцину очень сложно перевозить. Для сохранения и транспортировки требуется температура минус 18 градусов по Цельсию. Для этого было приобретено специальное оборудование. На сегодняшний день у всех привитых не обнаружено побочных эффектов. Также имеются противопоказания. Нельзя проводить вакцину тем, у кого есть любые хронические заболевания на стадии обострения, а также онкологические заболевания. Кроме этого, существуют возрастные ограничения от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией обязателен осмотр пациента врачом, термометрия. И после этого, естественно, мы направляем на вакцинацию. Особых других условий для вакцинации нет. То есть не нужно делать ни теста от ковида или еще чего-либо. Часто бывают вопросы, можно ли делать вакцинацию людям, которые уже перенесли ковид. Можно делать при условии, если переболевший титр антител уже упал до незначительного минимума. Также в начале следующего года планируется приобрести дополнительные прививки для добровольной вакцинации всего населения Карачаева-Черкесии. Для этого нужно будет проконсультироваться с участковым врачом, где каждый человек будет внесен в специальный список, после чего получит прививку от ковид-19. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Плавить лед, чтобы сохранить свет, так поступают энергетики Россети Северный Кавказ. Повышенная влажность воздуха, часто сочетаемая с резкими перепадами теплых и холодных температур, становится причиной возникновения наледи на линиях электропередач. Такое природное явление часто наблюдается в Кокубанском и части Абазинского района Карачаева-Черкесии. Плавка гололеда и механическая отбивка наледи – самые эффективные и оперативные меры против таких зимних сюрпризов. Чтобы сохранить свет в домах, специалисты Россети Северный Кавказ уже провели механическую чистку на линиях электропередач более 350 раз в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкаре и Карачаево-Черкесии. Художественное творчество матушки зимы приходится приносить в жертву, чтобы исключить опасность аварийного обрыва под тяжестью льда. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Субтитры подогнал «Симон»! В эфире «Вести». Вы смотрите «Вести». Доброе «Вести». На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Садомов снова зацветут сады. «Вести» всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых христий.